Всем привет! Меня зовут Александр Боеводин. Я нахожусь в гостях на открытии новой кофейни My Coffee. Это город Шелихов, Тикутская область. Мы в гостях у Полины, владелицы кофейни. Полина, подскажите, пожалуйста, при выборе направления в бизнесах именно кофейни, почему выбирали для себя именно кофейни? Вы выбирали или нет? Да, выбирали мы вместе, в общем, с мужем. Во-первых, ориентировались больше на площадь помещения, так как маленькая площадь. Формат кофейни позволяет решить эту кофейни. А какие еще форматы рассматривали? Кофейни, может быть, что-то еще или однозначно кофейни? Нет, рассматривали еще японскую кухню. Но там много подводных кофейни, кофейни там более плюш. Больше. А что нравится в бизнесе кофейни? Ну, вот, в принципе, пока, вот на данном этапе, пока только все началось, что в кофейни, не знаю, греет душу, нравится, к чему больше всего любовь может быть? Нравится то, что близ общение с людьми, много людей, да. Нравится уют, кафе, кофейни, но концепция кофейни, да. Да, на самом деле у нас вот такая статистика, где там две трети открывают людей, всех, кто открыли кофейни, либо для жены, вот это семейная сеть кофейн для жены, для дочери, для пары, вот для себя буквально открывали, где-то кому-то родители помогали открыться. На этапе подготовки к открытию кофейни, что запомнилось больше всего? Может быть, какие-то переживания или, наоборот, радости? Да, переживания, конечно, были, что мы же, это бизнес для нас новый, мы ничего не знаем, там, как, что, ну... Чего больше всего боялись? Боялись? Если было такое, ну, вдруг. Да, в принципе, не боялись, знали, что всегда обратимся к вам. Вы все решите, поддержите нас, все наши вопросы. Ну, я заметил, что муж вас очень хорошо поддерживает. Да, все хорошо. Сво всех сторон. Хорошо, вот день открытия. День открытия, что больше всего понравилось? Что запомнилось, может быть? В день открытия было волнение большое. И запомнилось то, что людям нравилось, приходили, оказывали. Да, я видел, да, листовки раздали на угощение, но по угощениям долго не приходили, а зал был полный. Поэтому люди просто открыли дверь. Это, ну, правда, что первая кофейня у Шелиха, когда единственная на сегодня. Да. Наверное, я понял. Хорошо. Что бы вы могли пожелать людям, многие смотрят нас сейчас, думают о открытии, ну, о своей кофейне, да, но пока только думают, еще не приходят в действие. Что бы вы могли им пожелать, так как вы уже прошли этот этап, да, на этапе раздумий? Ну, может быть, свой совет какой-то. Ну, на этапе раздумий пока я могу пожелать то, что, чтобы не боялись, не было никаких сомнений о том, что это какой-то бизнес, по-моему, неподходящий, мимо или неренитабельный, открывайте свою кофейню торговой марки «Мой кофе». Будьте спокоены. Да, будьте спокоены, все будет хорошо. Хорошо, от себя хочу сказать, что мне очень понравилась атмосфера сотрудников, которая сложилась. То есть, я уже говорил сегодня с вашим мужем, мне поразил просто повар ваш своим отношением к блюдам, к отношениям в чистоте, к порядку, к качеству, к подаче. Когда наблюдаешь за ним, как он там вложит по центру последний листик, ну, наверное, там какая-то геометрия рассчитывается иногда, мне кажется. Безусловно, итоговую оценку – это вкус. То есть, когда уже пробуешься, смотришь на это все, это здорово, но когда пробуешься, очень вкусно. Очень понравилось внимательное отношение при обучении ваших баристов. Вот, сегодня я брал интервью, пообещали мне, что все изучат, всю теорию до конца и просто будут блистать и плясать клиенты здесь, когда будут приходить, и всем будут рассказывать, какой вкус на вас кофе. Какая чудесная у вас атмосфера. Я желаю вам, чтобы атмосфера стала еще более хорошей, чем есть сейчас. Процветание, развитие, и, как уже сказал, внизу, как это у нас говорят, мы за баром следующие кавьяры, это на украинском, чтобы скоро отпыло в следующей кофейне торговой марки «Вай кофе» уже в городе Иркутск, да, уже туда, да? Да, планирую. Я вас представляю. Спасибо большое. Счастливо. Спасибо.